Да, Бреш вечерочек! Всегда хотел поиграть на самых крутых серверах в Майнкрафте, но нет лицензий? Тогда тебе в магазин CatStore. В магазине от нарисчиков ты сможешь найти ключ в Майнкрафт или плащ в Аптифайн по выгодной цене. А если уже имеешь лицензию в Майнкрафт или плащ, то ты сможешь купить также подписку в Discord Nitro или YouTube Premium. Ссылка на магазин в описании. Здарова! Ни для кого не секрет, что множество аспектов в Майнкрафте за столько лет уже успели давно устареть и не быть интересными. В целом это касается и биомов. Я уже раньше пробовал немного улучшить водный мир в датапаке призмакрафт, но сегодня я решил пойти дальше и затронуть уже целый биом пустыни. В общем, усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Давай. Прикольно, кстати, уже ладно. Если будет именно в ванильный наклон, то окей. Продавец говна? Прикол. Можно скипнуть и сразу посмотреть, что там есть? Нихуя, гробик прикольный, гробик крутой. Но не Майнкрафтовский. Как вы уже могли понять, я сильно дополнил биом пустыни в Майне. Новые мобы, блоки, структуры, механики, босс. И это все только с одним датапаком и ресурспаком. Прикольно. В общем, давайте все по порядку. Мобы. Теперь путешествуя по пустыне, вы можете встретить трех новых мобов. Мумии, скоробеи трех расцветок и стервятники. Начнем с мумий. Но это если б я был стервятниками. Они бывают двух видов. С саблей и без. И естественно, с саблей она реже встречается. Бля, зачем мумии, если и так есть эти типа хаски, они же по сути... ...я являются более опасным противником. Особенно сравнивая с обычным зомби. Она не боится солнца, и ее можно встретить как днем, так и ночью. У бигиевы сможете получить кусочки ткани, тканевую маску и сломанную саблю, если она была у мумии. Саблю можно подчинить вот таким крафтом, после чего по урону получить что-то среднее между алмазным и железным мечом. Но, но, зато она немного быстрее перезаряжается во время удара после удара. На самом деле, она не супер часто выпадает, так что точно не имба. Но в то же время, неплохая замена меча в начале выживания. Ткань можно использовать для крафта той же тканевой маски, ибо падает она из мумии реже, нежели ткань. Зачем она нужна? Объясню чуть позже. Скоробеи также не боятся солнца, но днем не спавнятся. Чаще всего их можно увидеть в пещерах пустыни. Дроп у них лапка и немного золотых самородков. Лапку, кстати, можно съесть, но голода она восстанавливает очень мало. Бывают они сразу трех видов, и отличаются они только цветом глаз и шкарлупы. Ну и третий моб это стервятники. Из них падают только перья и кожа. Они просто так не спавнятся, а сами прилетают к игроку, когда им нарастают чуть позже. Теперь же возвращаемся к этой тканевой маске. С датапаком в игре появилась новая механика жары, которая никак не отображается на интерфейсе игрока, но может хорошенько испортить передвижение по пустыне. Теперь солнце понемногу начинает накидывать на вас негативные эффекты. Сначала голод, потом медлительность, потемнение в глазах, и в самом конце начинает наносить урон. Прикольно. Блин, неплохо, вот это прикольно. Типа наподобие солнечного удара. Прикольно. Не, я понял. Чтобы избежать жары, вам достаточно наносить маску или кожаный шлем. Но учтите, что кожаный шлем хоть и дает какую-никакую защиту, но может легко сломаться в драках. А маска не имеет прочности, то бишь не может сломаться, но в то же время не имеет защиты в драках. Ну и конечно вам никто не запрещает банально прятаться от жары в домах, или же просто ходить ночью. Прикольно, блин, это прикольная тема. Кстати, вариант с водой может также прокатить. Структуры. Теперь пустыня пополнилась аж восьмью новыми структурами, а именно пустынный аванпост разбойников. Прикольно. Башня, небольшой храм, оазис, мертвые деревья, старый дом и пирамида фараона. Долго зацикливаться на структурах не хочу, так что постараюсь быстро пустынить. По сравнению с другими, все то, что я хвалил, это было по-майнкрафтовски выглядело. Аванпост в пустыне теперь более лучше вбивается в общий стиль пустыни. Сфинкс, хоть и редко, но встречается в путешествиях и не имеет никакого функционала. Башни встречаются со средним шансом, и в них есть немного золотой руды. В храмах можно найти два новых блока и внутри свиток, который может дать рандомное зачарование первого уровня. Но сами храмы встречаются не очень часто. Мертвые деревья, это мертвые деревья. Старый дом, это один из домов жителей деревни, но полностью засыпанный песком. Внутри него можно найти сундук со средним лутом. Оазис встречается достаточно редко. Блин, вот это клево. Там можно найти тростник, немного дерева и средний лут в бочке. Ну и самая редкая структура, это пирамида фараона. Именно на ней базируется большая половина всего датапака. Но для начала, теперь в пустынных деревнях могут заспавниться вот такие продавцы безделушек. Они за золото могут вам продать различные побрякушки. Это три вида статуэток. Блин, ну неплохо, но не по-майн-тратовски, но блин, это прикольно. Я бы хотел, чтобы что-то типа подобное реально можно было бы украшать свой домик. Которые отлично могут украсить ваш дом. Вот такая декоративная шапка для игроков. И книги для тех, кто не хочет каждый раз пересматривать видео, чтобы вспомнить, что и как в датапаке. Прикол. В целом я там все расписал от имени безымянного путешественника. А это значит, из общей стилистики майна они выходить не будут. Прикольно. Также он может еще кое-что продать, но это уже на потом. Возвращаемся к пирамиде. Как я уже и сказал, теперь в пустыне редко, но могут встречаться такие большие пирамиды. Мне вот эти блоки не нравятся, они не вписываются вот с этими полосками. Я решил не заменять ванильную, а добавить новую. В ней вы сможете найти сразу несколько новых строительных блоков. Левый блок прикольный. Которые можно добыть только здесь. Вход в нее засыпан песком, но раскопав, вы увидите коридор, который ведет сразу во множество комнат. Я не буду показать все и сразу комнаты, ибо так не интересно. Только лишь скажу, что здесь есть сразу две потайные секретки, которые вряд ли вы найдете с первого раза. Но поверьте, лута и крутых эмоций здесь достаточно будет для вас. Ну и я постарался сделать из пирамиды подобие лабиринта, чтобы так было интереснее ее изучать. Кстати, в некоторых из комнат вы сможете находить вот такие кувшины. Если вы попытаетесь их разбить, то получите один из полезных предметов для выживания в пустыне. Но не прям что-то очень ценное. Ну и еще есть вот такие папирусы. Сломал их, вы можете получить один из вариантов рисунков для баннеров. Бля, прикольно тоже. Ну и вот мы подошли к самому интересному, а именно к комнате вместе с саркофагом. В ней вы сможете здорово так наживиться и уйти с полным инвентарем ценных ресурсов. Но кроме этого, вы также можете открыть саркофаг, тем самым пробудив нового босса. Мой пенис. Фараона. Просто посмотрите, каким образом он появляется. Прикольно. Клево, то что открылось, там паутинка внутри. Кайфово. Он пернул. Ебать. Мощно, да? У него есть сразу 4 варианта атак. Он может призывать маленьких скоробеев, которые будут все время мешать во время боя. Также выпускать зеленые облака с эффектом отравления. Оля, короче, ну, во-первых, невозможно это не сравнивать с тем, что сделал тот чел, который модом сделал там ебейшее обновление. Он сделал не ванильно, но охуенно. И у этого чела, ну, по сути, выбор. Либо делать охуение, либо наоборот делать ванильнее. Но он, к сожалению, не справился. Это и не ванильно, и, ну, тот реально покруче чел. Пать в рукопашную. И самое крутое, использовать свой посох. Когда он это делает... Но он сделал это за тот атаком, а не модом. Это у вас начинает лететь длинная струя огня, которая поджигает все на своем пути. В такие моменты лучше сразу отбегать и хилиться. Ну и так как у него достаточно много хп, то вы не раз ощутите его превосходство над вами. Ну и мой вам совет, лучше идите на него в алмазке и с золотыми яблоками. Ибо в железке будет чересчур потно. Ну а если будет совсем сложно, то идите в ад делать зелье огнеупорности. Таким образом я постарался заинтересовать игроков к подготовке к бою. Ибо если он вас убьет, то сразу пропадет. А значит вы потеряете возможность получить крутой лут. Лично я бы не хотел потом снова искать пирамиду, которая и так редко спавнится. После смерти он дропает вот такой мешочек, который до того, как вы его подберете, будет огнеупорным. И не сгорит от атак фараона, который он делал ранее. Ну а после того, как вы откроете его, то вы получите множество ценных предметов. На ванильных ресурсах мы зацикливаться не будем, так что сразу же приступим к чему-то новенькому. Со стопроцентным шансом с него падает его маска, которую можно с легкостью одеть и стать самым стильным пупсиком на сервере. Кстати, от жары она также спасает. И еще падает немного ткани. И две мои самые любимые вещи. Это золотой скоробей и его посох. Скоробей падает не очень часто, а посох еще реже. Начнем, пожалуй, из скоробея. Золотой скоробей можно использовать как обычный тотем, но у него есть одна крутая особенность. Когда он срабатывает, то игрок резко взлетает вверх. И потом медленно опускается вниз. То бишь, во время того, как вы будете приземляться, ваше хп все время будет регенерироваться. Ну и когда вы уже приземнетесь, то будете иметь практически все сердечки. Но кроме этого, у все того же продавца без зелушек можно прокачать этого скоробея. Если бы точнее, то активировать. После этого вы можете нажать ПКМ, и тогда у вас появится свой личный мини-скоробейчик, который всегда будет летать за вами. Сам по себе он уже круто выглядит, но также у него есть функционал. Своему владельцу он дает 4 сердечка жизни, а также абсолютный иммунитет к жаре. То бишь, теперь вы сможете использовать в пустыне любой удобный шлем, который захотите. Как по мне, то он супер милый. Так еще и имеет функционал. А теперь о посохе. Так как он падает достаточно редко, то и делать он должен что-то крутое. Подумал я и дал вам возможность выпускать струи огня, как это делал фараон. Но должен заметить, что если вы наведетесь слишком высоко от земли, то ваша цель просто получить немного урона и не загорится. Так что здесь нужно немного навыков. Ну и чтобы он был не таким имбалансным, я сделал ему средней длины перезарядку. А, не, ну хотя бы перезарядку, ладно. Там вариант либо он ломается, либо перезарядку делать. Охуенно. Таким образом вы можете комбинировать свои бои, используя одновременно... Брян, ну всякие комбинации мне нравится, да. И лук, и меч. Так, скажись, я все рассказал. Надеюсь, вам понравился видос, и вы влепите лайк на это видео. Я... Неплох. Чал, неплох.